Дальнейшее развитие экономики республики должно строиться на инновационной основе. Очевидно, что значение науки и технологии будет только возрастать. Все мы видим, каким образом технологии меняют мир. Появляются новые отрасли, профессии, трансформируются и ускоряется образ жизни человека. В этой связи нам необходимо обеспечить опережающий научно-технический задел, который позволит выпускать современную конкурентоспособную продукцию и услуги. Пока мы недостаточно эффективно работаем в направлении развития прикладной науки и стимулирования инновационной деятельности. Так, например, объем затрат на НИОКР в республике составил менее 1% от ВРП. В технологически развитых странах мира этот показатель превышает 3% от ВРП. Но и эти ресурсы не всегда расходятся эффективно. Наблюдается низкая инновационная активность предприятий, а их пассивность в использовании результатов интеллектуальной деятельности. Так, на сегодняшний день практически треть полученных патентов обеспечена одним предприятием, а вот от нефти. Другие предприятия республики крайне слабо работают над вопросом обеспечения сохранности результатов интеллектуальной деятельности. Более того, из выданных патентов реально использовали половину, что говорит о неготовности каждого конкретного изобретения к промышленному использованию, несоответствии патентуемых разработок актуальным потребностям производства. А в конечном итоге это неэффективность расходования средств, а в ряде случаев и бюджетных. Безусловно, проведение НИОКР требует значительных инвестиций. В этой связи предприятиям следует максимально широко использовать все инструменты поддержки как на федеральном, так и на республиканском уровне. Это федеральные целевые программы, программы поддержки институтов развития, как ВЭП, Сколково, Роснана, различные механизмы грантовой поддержки. Отрасовым министерствам и Министерству экономики нужно усилить разъяснительную работу с организациями. Можно константировать, что сегодня не сформирована действенная схема определения госзаказа на НИОКР в соответствии с приоритетами экономики. Отсутствует эффективная система отбора, управления и контроля разработок. В этой связи считается лесообразным создать координационный орган по научно-технической и инновационной деятельности в республике. Все участники этой работы должны иметь единое видение того, как нам предстоит действовать. В работе должны быть привлечены не только государственные органы и бизнес, но и Академия наук, Высшая школа, инженерные центры. От ВУЗов мы ждем большего участия в коммерциализации прикладных исследований. Следует создавать передовые образовательные программы и одновременно вести исследования на переднем крае науки и техники. Уже сегодня мы должны думать о том, какой технологический уклад нас ждет и каких специалистов мы должны готовить. Также нужно уделить внимание развитию внедрению новых программ дополнительного образования ТИИ. В рамках Петербургского форума мы подписали соглашение с сотрудниками ОСИ и Министерством образования России и стали пилотным регионом по реализации проекта «Новая модель системы дополнительного образования детей». Это крайне важно, поскольку именный интерес детей создает мотивацию на поступление в университеты на инженерные и технологические программы на занятия наукой. Уважаемые коллеги, учитывая сложную внешнеполитическую обстановку, поддержка российских технологий и науки – это вопрос национальной безопасности. Наша задача – сформировать развернутую систему поддержки и сопровождения инновационных проектов на всех стадиях, начиная от идей и до получения коммерческого результата. Уверен, повышение эффективности и внедрение йогеров будет способствовать решению вопросов импортозамещения и формирования инновационной экономики. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...